Живанши О нем говорили, этот мальчик живет в своем собственном придуманном мире. Юбер учился в школе изящных искусств в Париже, а затем работал ассистентом у таких гигантов мода тех лет, как Жак Фатт, Роберт Пеге, Эльза Скиапарелли. Первый собственный бутик Живанши открыл в 25 лет и стал самым молодым из творцов высокой моды, поскольку первая же его коллекция имела огромный успех. Яркие ткани и динамичные модели казались революционным решением на фоне того времени, но Кутюрье вовсе не считал себя новатором. Он стремился только к совершенству. Юбера Живанши считали при этом настоящим рыцарем. В течение 42 лет, почти все то время, что он был главой основанного им дома моды, его вдохновляла одна муза. Долгие годы актриса Одри Хепберн была лицом бренда Живанши. Кутюрье всегда называл ее воплощением своих представлений о том, какой именно должна быть та женщина, для которой он создает свои модели. В 1973 году Живанши входит в мир мужской одежды. Этот бренд считают пионером в новых областях моды. Повышенный интерес Живанши к покупателям-мужчинам объясняется тем, что хотя они и совершают покупки намного реже женщин, однако обычно сохраняют верность выбранному бренду и с каждым разом тратят все больше. Работы дизайнеров дома моды сочетают элегантность и классику со смелостью и модернизмом. В 1995 году Юбер Живанши оставил мир моды. С тех пор дизайнеры дома менялись один за другим. Однако неповторимый стиль Живанши, искусно сотканный с благородной красоты, изысканности и торжественности, остался неизменным. Юбер и Де Живанши по сей день считают одним из самых ярких представителей золотого века высокой моды – иконой стиля и утонченности. Маэстро рукопрескали модные столицы всего мира, а его одежда никогда долго не задерживалась на полках. И сегодня модный дом продолжает показывать стабильные финансовые результаты, поражая смелыми и сексуальными идеями. Многие годы бренд отличают аристократичные линии, совершенные формы, дорогие ткани и гармоничные оттенки. Живанши по-прежнему эталон благородной красоты, сдержанного очарования и изысканности.